Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль ВАЗ-2110 2004 года выпуска 1.5 механика На этом автомобиле пробег по спидометру 170 тысяч километров Заменим мы на нем подшипник задней ступицы С одной стороны просто отдельно подшипник А с другой стороны подшипник со ступицей Так как ступица бьет Видать, удар был в колесо Хромает она Поднимаем автомобиль Снимаем оба задних колеса И снимаем тормозные барабаны Снял колесо Сейчас открутим Две Вот так вот и щелкает подшипник И хрустит И вот само колесо играет Вверх-вниз ходит Семерка 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Все отошло и снялось. Колодки еще эти оставим. Здесь трогать ничего не будем. Только меняем ступицу. Головка на 27, вру, головка на 30. Смотрите продолжение в следующей серии. Съемником стену. Такой вот трехлапый съемник. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь вот если видно, почему-то подшипник ушел вовнутрь, пыльник у него выскочил и терло стопором. И терло пыльником. Вот пыльник развалился. От этого в принципе и подшипник загудел. Может быть даже из-за этого и гулять начал. Но быстрее всего удар был удар был удар был в колесо, от этого все пошло. Берем новую ступицу автовазовскую. Гайки в комплекте нету. И новой ее тоже нету. Придется ставить старую гайку. Что такое? Пыльник от подшипника. Смазываю резьбу. Ну и посадку под подшипник я немножко, чуть-чуть смажу. Ставлю новую ступицу. Ставлю новую ступицу. Через оправку, обнаруженную во внутреннюю обойму, осадим. Ставим шайбу и закручиваем гайку. И закручиваем гайку. Амортизатор мертвый. Подшипник у нас не зажатый. Гайка почему-то была не законтрогаяна. Я ее законтрогаю. Застопорю. Также смажу резьбы. Смажу посадочные. И ставим на место барабан. Закручиваем на место направляющие. Гайка. Гайка. Продолжение следует... Все, новый подшипник вместе со ступицей установили. Теперь со второй стороны снимаем ступицу и перепрессовываем подшипник. Здесь гайка также не зафиксирована. Также закручиваем сюда болты и снимаем. Подшипник будет. Также откручиваем гайку. Продолжение следует... все берем снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем подшипник поставил головку на 30 здесь в две пластины просто упер там пыльник снизу пыльник у нас тоже будет выпрессовываться мы потом его обратно запрессуем а нет пыльник остался у нас стоять я думал что он тоже выйдет берем новый подшипник и через оправку запрессовываем его подшипник будем самарский запрессовывать 6 256 706 идет с этой стороны оправку поставим побрызгаем силиконом и также сам подшипник силиконом побрызгаем ставим подшипник здесь нам оправка даже не нужно все ставим стопорное кольцо на место все стопорное кольцо сидит на месте идем устанавливаем на место ступицу ставим шайбу и подтягиваем гайкой все ступица у нас установлено резьбу я смазал еще добавлю устанавливаем барабан и закручиваем штифты все вторую ступицу подшипник мы заменили на этом мы замену подшипника и ступицы закончили всего вам доброго спасибо спасибо и спасибо будут покажу их